Я благодарен организаторам Игоря Васильевича за возможность выступить здесь, на этом семинаре. И предыдущие доклады, они главным образом были посвящены математической деятельности. Отчасти, может, у Сергея Михайловича только такая, как бы, исторически бытовая часть проглядывала. А я, значит, не математик, а физик-теоретик. И я расскажу о Сергею Львовичу в Сибири. Он там провёл многие годы, заключительную часть своей жизни. И вот я с ним познакомился полвека назад, когда он организовывал институт математики в Новосибирске, который теперь носит его имя, директором которого он был с 1957 по 1981 год. Это огромное количество времени, почти четверть века. Теперь, вот что за человек был Сергей Львович в момент нашего знакомства? Ну, я напомню, что в сорок... извините, в 25 лет он стал член-корреспондентом Академии наук СССР. В 30 лет самым молодым и долгое время оставался 30-летним избранным академиком. В военные годы, в возрасте примерно 35 лет, он несколько лет был директором вот этого института стекловки. И, наконец, в 40 лет он получил звезду Героя социалистического труда. Причём, будучи уже известным математиком, вот так рано выбранным и признанным, он получил её за организацию численных расчётов, которая была очень важна, потому что именно благодаря его усилиям и физикой Кикоэна, значит, первое испытание было в 49-м году, и Сергей Львович получил всего лишь орден Ленина. А вот в 51-м они с Кикоэном получили звёзды, потому что была решена та проблема, в которую американцы не верили, что Россия может решить, эффективного и быстрого в больших количествах разделения изотопов 235-го, 238-го урана. И вот именно когда началась большая наработка ядерного горючего, тогда, ну, вместе с водородной бомбой, испытанной тоже в 53-м году, и наступил ядерный паритет в результате вот этих двух событий. Теперь вот Сергей Львович организует Институт математики, и какой же у него образ мышления? Кто он, математик или уже не совсем математик? Вот мне представляется, что именно его опыт работы среди физиков и среди физиков инженерного уклона, он несколько изменил его жизненную философию. Вот я прочитал в статье «Математика Кутылада» Сибирского, что Сергею Львовичу принадлежит такая фраза, что важен не абстрактный вопрос существования решения, а конкретное предъявление разумного приближения, выполненное, к тому же, к назначенному сроку. Ну, мы знаем, что у нас такие ситуации в математике бывают, возьмите расходящиеся виды, например. Они, с одной стороны, сходятся, а с другой стороны, как доказал Панкары, являются источником численного приближения. Ну и вот теперь, значит, герой труда, академик, заведующий кафедрой, в 50 лет вдруг решил в Сибирь. Что же его, какой был мотив? И опять я читаю вот в сибирской газете на вопрос, зачем тебе переезжать в Сибирь на пустое место? Замечательный ответ, он человека характеризует очень хорошо. Естественное желание человека прожить несколько полноценных жизней. И вот там он прожил полноценную жизнь. Ну, потом он ещё вернулся к Сергею Николаевичу в отдел, это другое дело. И вот там он был соратник великого Лаврентьева и Христиановича. Три основателя учёных были, которые уже были академиками, героями и так далее. Лаврентьев, Христианович, Соболев. Он член этой замечательной триады. Теперь, как же он организовывал Институт математики Сибирского отделения? Вот мне представляется, это уже мои слова, что он считал, что математика – это мать-кормящая, альма-матор. Мать-кормящая всех наук, и не только естественных. Вот программа Института Соболева, я посмотрел там документы, она включала три направления. Ну, наверняка он сам составлял. Фундаментальная математика, создание новых ЭВМ, и затем математические и кибернетические методы для ЭВМ и для оптимального планирования. Ну, оптимальное планирование – это Контарович с его последующей Нобелевской премии. Фундаментальная математика – это Мальцев, алгебра, логика, геометрия Александров, вероятность Боровков и так далее. А новые ЭВМ довольно быстро были созданы в Новосибирском институте. И тогда уже вычислительный центр отпочковался от Института математики, и там тогда появился Марчук. Теперь, вот мы знаем, что конец 50-х годов – это были гонения на лженауку и генетику, и кибернетику. И вот Сергей Львович защищал на философской конференции в Москве в 58-м году и то и другое, очень смело, потому что в это время Никита Сергеевич ополчался. Ну и он взял туда себе Алексея Андреевича Липунова. И там развивались вычислительные методы для приложения. Я вот два результата только скажу. Был принесён существенный вклад, не полная расшифровка, но существенный вклад в расшифровку пиктограмм Майя, письменности Майя. Они очень дополнили то, что делали лингвисты к Норизу в Москве. И вот вторая вещь – открытие сибирских алмазов. Это были сделаны специальные программы. Там прославился секретный Юрий Иванович Журавлёв, теперь нам всем хорошо известный. И была секретная ленинская премия за это выдана, как за атомное оружие примерно. Потому что суть дела была в том, что в условиях недостаточной информации, ну представьте себе та же самая задача – редкая болезнь, у которой не все симптомы изучены. Многие симптомы совпадают с обычными болезнями. И вот малоопытный врач начинает тебя лечить от обычной болезни. А на самом деле оказывается другое. И трубки как раз были найдены. Это заслуга Института математики. Ну и вот что такое теперешний Институт математики Соболева? Это 10 членов Академии, 120 докторов, 140 кандидатов. И я посмотрел по таблицам цитируемости и числа активных учёных. Есть такие таблицы, все их знают. Там за последние 7 лет сколько цитирований и так далее. Ну если взять только математические институты, то Стекловка на первом месте. Там у неё 24 активных учёных. И главные индексы цитирования больше 6000. А дальше идут наравне Сибирский институт. И Ленинградский, и ЛАМИ, или как он там теперь называется, СПБУМИ. И причём Новосибирский даже чуть впереди. То есть Сергей Львович создал жизнеспособный институт. Уже сколько лет его нет, он там живёт и процветает. Ну он занимался образованием, там читал первые лекции в НГУ, в физмат-школе. Он поддерживал медицину Ганимова, тогда Мишалкина. А Мишалкин потом явился, как говорится, ядром аккумуляции. И там теперь ведь отделение Сибирской академии медицинских наук. Всё нашлось с Мишалкина, которой не понравилось Лаврентьеву. Но личные тут ситуации были очень смешные иногда. Я не буду их вспоминать. Вот я хочу ещё несколько слов добавить только о своих личных впечатлениях. Вот я его увидел 50 лет назад, ему было 50 лет. Это был как-то молодой энергичный парень, извините меня, который там скакал по лестницам, который улыбался, очень весело действовал. И когда я начал организовывать там свой отдел физики, вот он физиков туда взял, и астрономы там были, помимо всего прочего, то он очень много помогал. Помогал в организации конференции. Конференции проходили потом в 70-е годы, когда я к нему приезжал уже, вернувшись в Дубну. И в Новосибирске, и в Иркутске. Вот это всё кругом Сергей Львович помогал. И вот я могу сказать ещё, что... Ну, я, допустим, там 2-3 раза в год был в экономике, уже гостем. Вот я помню очень хорошо. Я обязательно с ним созванивался. Он разгребал время и большим удовольствием, просто так сказать, как бы с вожделением ждал меня. И, ну, выкладывайте, что у вас там нового. И в вашей физике, и вообще вокруг, и, может быть, где-то в астрономии. Вот у него была... И это уже ему было почти 70 лет, 65-70. У него было вот юношеское любопытство к тому, что происходит в мире. И для меня это был праздник души, каждый раз встречи с ним. Поэтому я вот очень рад, что можно как-то вспомнить Сергея Львовича таким, как он стоит перед моими глазами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.